Игра и гармонь по-уральски. На площади Сармадатова устроили праздник для любителей народных инструментов. Для привлечения молодежи шоу начали с квеста, в котором приняли участие активисты. В квест отправились представители шести молодежных объединений. Они выполняли задания, которые их ждали на улице города. Создали шесть команд. Создали такие организации, как Жаслуель, Агикад, студенческие строительные отряды. Именно эти команды сейчас уже пошли по городу, чтобы искать те коды, которые надо им находить. В свое мероприятие культ просвета объединений назвала звучно – гармонь-пати. Вечеринка под гармони, баяны и аккордеоны привлекла десятки уральцев. Публика, среди которых было много представителей старшего поколения, подпевала артистам и даже пускалась в пляс. Лучше раньше, чем позже. Как выяснилось, в Уральске таким образом начали отмечать День молодежи, который празднуется 12 августа. Хотелось бы, чтобы в городе вновь раздались звуки этого прекрасного инструмента. Порой он стал незаслуженно забываться. Очень мало детишек, вот я до своей практики знаю, что очень мало в музыкальных школах набор, когда дети идут на баян, на аккордеон учиться. А уж тем более самородков, тех, которые играют на гармонии. Я знаю, они есть в городе, но, видимо, они где-то подпольную у нас спрятались немножечко. Галина Калашникова занимается игрой на аккордеоне более 10 лет. Для нее этот инструмент самый любимый. Мы своими звуками, потом здесь мех. Мы ведь можем петь на этом инструменте. Если у фортепиано нет продолжительности такого звучания звука, у нас есть. Поэтому у нас такое же дыхание. Мы берем, как и берут певцы оперные, так и мы. Вечер удался. Это отметили и взрослые, и дети. Роман Копняев, Марлен Искалиев, Александр Грабарев, ТДК-42. Редактор субтитров А.Семкин